В 90-е годы мы большой массой поднялись, думали, что мы приобретем полную свободу, что будет у нас своя республика, государство, банки, денежные обороты, своя армия. Среди татар было таких очень радикально настроенных, было очень много в то время. Значит, считали, что мы не сможем договориться с Москвой. Среди русских был страх, что вдруг все это приведет к полной независимости и так далее. Но тут еще и исторические разные обиды накладываются, психология, страна рушится, СССР исчезла. К тому времени в Татарстане уже существовало несколько национальных политических структур. Самым многочисленным был Татарский общественный центр. Его лидеры требовали выхода республики из состава России и образования нового независимого государства. При этом к Москве предъявлялись серьезные территориальные претензии. Ну, в то время были такие прогнозы, типа, как объединить поморские народы, Чуваши, Башки, Муртумарийцев, и сделать коридор через Оренбург и присоединиться с азиатским народом. Своеобразным штабом национально-демократического движения в начале 90-х стал молодежный город с полумиллионным населением набережной Чаунги. Отсюда на митинги в Казань колоннами отправлялись автобусы. Здесь был организован набор национальной гвардии. Три, 3700 человек записалось национальную гвардию. Мы ставили пещадь в ТОПС, там полумесячный волк был в том пещаде. Мы, кто не хотел идти в армию служить в федеральных войсках, ставили пещадь, их освобождали. Татарская национальная гвардия скорее напоминала народную дружину, цель которой защищать своих и давать отпор противникам. Гвардейцы всегда были готовы к столкновениям во время многочисленных митингов. На одном из митингов там, ну, несколько десятков людей в камуфляжной форме действительно были. То есть, ну, естественно, там ни о каком оружии речи не было. Тут больше, наверное, ложки, ну, и какие-то эмоциональные вещи происходили, чем реальность. Москва не давала Татарстану обещанных свобод, боясь за целостность Российской Федерации. В центре Казани, на площади свободы, продолжали кипеть страсти. Лидер партии татарской национальной независимости Иктифак, писательница Фаузия Байрамова, объявила голодом. Татарстан, независимая республика, независимые государства, такое же, как и российские государства. И я намерена своим требованиям идти до конца. Вскоре в голодовке присоединились другие единомышленники Байрамова. Среди них был и фронтовик-ветеран Зуна Салеев, подаривший в августе 90-го тюбетейку Борису Ельцеву. Участники голодовки отправили телеграмму в московский Кремль. Они садятся, значит, Кизай Нулин садится поэтом Рашидом Ахмеджаном, составляя телеграмму Борису Ельцину. Ельцин, ты не демократ, маятью бетейку не носи, Суфар Салеев. И Салеев, довольный, отправляется на телеграф. Между Москвой и Казанью складывались непростые отношения. Особенно они обострились после того, как в Татарстане, вопреки запрету Центра, решили проводить референдум о суверенитете республики. С выходом Татарстана неминуем, во всяком случае попытка, результата не будет, но неминуема попытка кровавого переворота. И речь следует найти сейчас не больше, не меньше, как о защите конституционного строя России. Со стороны Федерального Центра очень серьезный нажим шел на Татарстан. У нас практически по всему городу раскрылись листовки, что если вы проголосуете за суверенитет Татарстана, то вас ждет то же самое, что происходит в Таджикистане, в Армении, в Азербайджане. Была листовка в цвете выполнена, там Татарстан в виде карты, и там такие брызги крови в разные стороны, и внизу написано, вот что будет, если там Татарстан проголосует за. Трагедии не случилось. Вентимер Шаймиев получил мандат от народа отстаивать его права и свободы. Митинги и демонстрации в республике пошли на спаду. Вскоре Татарстан принял свою конституцию и отказался подписывать подготовленный Москвой федеративный договор. Центр не скрывал раздражения. Под Казань начали стягиваться армейские подразделения. Все это могло прийти к прямому конфликту. И наиболее там жестко выступал в этой части, конечно, Руслан Хасбулатов, который предлагал вплоть до силовых решений этот вопрос. 92-й год, марта, это был самый тяжелый для нас период. Перед руководством Татарстана встала непростая задача. Не допустить межнациональной розни в республике и правильно выстроить диалог с российскими властями, готовыми в тот момент к силовому решению проблемы. Мы прошли по острию. У нас же ситуация политическая была намного, пожалуй, сложнейшей. Где-либо. Даже включая Чечню. Я ведь это говорю как человек непосредственно находящийся в этом котле. Прежде всего, конечно, вопрос стоял, там, татарско-русский вопрос, естественно. Тогда даже религиозный не так сильно, вот, себя показывал, сколько этнично. Это на конфессиональный, так можно сказать. Вот мы этот баланс старались учесть, и у нас были такие разработаны довольно тяжелые согласительные процедуры. В течение трех лет руководство России и Татарстана вели переговоры, завершившиеся в феврале 1994 года подписанием федеративного договора. Татарстан оставался в составе Российской Федерации, но получал расширенные полномочия. Люди поверили власти. Очень сильный козырь в переговорном процессе было то, что в Татарстане и русские татары, и другие, они все же были лояльны к власти, поддерживали ее основные пункты. Такая сплоченность вокруг общих идей ценностей, а оно как раз и помогло нам. Все говорят, надо было так, надо было резче, надо было больше взять. Но каковы наши возможности? Понимаете? Я вот считаю, что мы проглотили суверенитет столько, сколько мы смогли его проглотить. Сегодня многие пытаются представить, что могло бы произойти, если бы руководство Татарстана в начале 90-х не село за стол переговоров с российскими властями. Татары в Российской Федерации второе место занимают. За татарами еще Уаши, Морис, Мурты, Башкиры. Это уже не то, что Кавказ. Война распространилась на всю Россию. Политик не имеет права на необдуманные шаги и принятие эмоциональных решений. От этого зависит судьба миллионных людей. В начале 90-х президент Татарстана Ментимир Шаймиев заслужил неподдельный авторитет и уважение не только среди своих сторонников, но и среди оппонентов. Он находился в центре Бермудского тревольника. Перед московским Кремлем надо было оставаться как-то хорошим. Перед национальным движением татарскими. В то время все равно и русские национальные движения были такие крайние. У нас и депутаты были, Штайн, Горасчев такие крайние такие. Вели российскую политику. Вот между тремя силами ему надо было как-то удержаться. Он действительно удержался. В отношении говорят, что мудрый бабай. И действительно, получается так.